это адмирал с меня зовут лембиту сегодня рассмотрим те виды финансовых активов которые лучше всего использовать в торговле или инвестициях начнем с облигаций облигация выпускается компании для привлечения дополнительных финансовых средств и имеет ограниченный период обращения прописанный в эмиссионном документе течение этого периода инвестор получает доход в виде процентов а потом возвращает первоначальную стоимость которую потратил на покупку бумаг по сути это является кредитованием предприятия поэтому каждая облигация представляет собой долговое обязательство фирмы перед ее держателем кредиторы владельцы облигаций не имеют права голоса в управлении компании дивиденды по облигациям обычно значительно ниже чем у акций но они выплачиваются во всех случаях если покупатель облигаций это кредитор предприятия то покупатель акций владелец и он получает больший доход но несет больший риск акция это ценная бумага которая закрепляет за владельцем право на получение части прибыли от компании в виде дивидендов и при определенных условиях дает возможность управлять компанией чем большим пакетом акции владеете тем больше вес вашего решения на акционерном собрании акции делятся на обыкновенные владельцы обыкновенных акций как правило обладают правом голоса на общем собрании акционеров в зависимости от размера пакета акций но им не гарантированы дивиденды и выплачиваются они только после того как будут покрыты выплаты по привилегированным акциям привилегированные акции в отличие от обыкновенных гарантируют дивиденды но не дают или сильно ограничивает права в управлении компании владельцы всех типов привилегированных акций имеет право на фиксированные минимальные дивиденды их размер прописан в уставе компании виде конкретной суммы процента от чистой прибыли или номинальной стоимости акции есть отдельная группа акций дивиденды по которым выплачиваются регулярно эти акции называются голубые фишки голубые фишки это акции наиболее крупных надежных компаний которые формируют основной объем биржевых торгов доля голубых фишек в объемах торгов может достигать более половины при том что по количеству их не более 20 процентов от всех торгуемых бумаг основные финансовые результаты работы таких компаний регулярно публикуются на сайте компании и освещаются в сми все изменения происходящие в таких компаниях быстро становится достоянием средств массовой информации голубые фишки компании с очень высокой капитализацией стоимость предприятия часто определяет его надежность для расчета капитализации необходимо текущую цену акций умножить на их количество если у компании торгуются обыкновенные и привилегированные акции сначала считается общая капитализация по каждому типу ценных бумаг затем результаты суммируются если акции торгуются на нескольких биржах капитализация рассчитывается по цене акций на одной бирже обычно компании акции которых относятся к голубым фишкам регулярно выплачивать своим акционерам часть прибыли компании в виде дивидендов дивиденды эта часть прибыли акционерного общества ежегодно распределяемая между акционерами после уплаты налогов и необходимых отчислений величина и порядок выплат дивидендов определяется собранием акционеров и уставом компании высокий коэффициент free float free float это коэффициент показывающий долю акций от всего объема выпуска доступных для покупки на фондовом рынке частными инвесторами которые никак не связаны самой компании обычно у голубых фишек доля размещения составляет более 50 процентов от выпущенных акций первое место среди голубых фишек занимает американская телекоммуникационная компания начало которой неразрывно связано с именем александра белла основоположником телефонии эти эти американский транснациональный телекоммуникационный конгломерат крупнейшая в мире телекоммуникационная компания является вторым по величине сотовым оператором сша крупнейших поставщик прямого спутникова вещания в сша american express американская финансовая компания известными продуктами компании являются кредитные карты платежные карты и дорожные ячейки входит в двадцатку крупнейших банков сша около трети выручки приходится на зарубежные операции банков америк американский финансовый конгломерат оказывающий широкий спектр финансовых услуг частным и юридическим лицам входит в четверку крупнейших банков сша боинг американская корпорация один из крупнейших мировых производителей авиационной космической и военной техники боинг на протяжении многих десятилетий является крупнейшей авиакосмической фирмы сша и крупнейшим экспортером страны caterpillar американская компания один из крупнейших мировых производителей строительной и горнодобывающей техники выпускает землеройную транспортную технику строительное оборудование дизельные двигатели и энергетические установки сиска американская транснациональная компания разрабатывающая и продающая сетевое оборудование предназначенная в основном для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий одна из крупнейших мире компаний специализирующиеся в области высоких технологий алко крупнейший в мире производитель алюминия помимо производства первичного алюминия компания также является одним из мировых лидеров по добыче бокситов и производству глинозема акции добывающих и перерабатывающих предприятий можно использовать как замену инвестиций в биржевой товар поэтому если прогнозируете рост алюминия можно покупать алко но не всегда стоит использовать замену биржа дает возможность торговать непосредственно самими товарами прежде чем товар допустят к биржевым торгам он должен пройти стандартизацию что позволит производить сделки без дальнейшего осмотра верифицирует его качество и определит объем который должен быть кратен биржевому лоту сейчас все чаще и чаще торговля сырьем происходит при помощи производных ценных бумаг производные финансовые инструменты или деривативы это контракты по которым стороны покупатели или продавцы получают право или обязуется выполнять оговоренные действия в отношении базового актива оговоренные действия включает в себя возможность покупки или продажи товара или ценных бумаг обратите внимание одни производные инструменты дают право другие налагают обязательства право вы можете делать или не делать по желанию а обязательства обязаны делать независимо от вашего желания опционы пример деривативов дающих права опцион это ценная бумага которая подтверждает право инвестора купить или продать данный товар в определенное время по заранее оговоренной цене при этом у продавца опциона появляется обязанность продать или купить товар случае если покупатель опцион решит реализовать свое право опциону бывают двух типов call опцион похож на длинную позицию в бумагах он дает право покупателю контракта которого называют держателем опциона купить базисный актив в указанный срок в будущем по фиксированной цене это является опционом на покупку опцион call для приобретателя не является обязательством покупки актива то есть держатель опциона может и не пользоваться своим правом но тогда он потеряет премию call опцион также называется опционом покупателя опционы put это контракты аналогичные короткой позиции на биржевых торгах покупатель ждет снижение цены акции до истечения срока действия опциона иными словами опцион put дает право держателю опциона продать базисный актив назначенный срок по фиксированной цене фактически опцион это ценная бумага по которой предметом торга становится не сам актив а право его продажи или покупки среди самых известных есть два вида деривативов накладывающих обязательства первый это контракты на разницу цен или cfd если вы заключаете cfd контракт на покупку акций apple то при росте акций ваш доход будет разницей между ценой покупки и текущей ценой при этом акциями вы не владеете плюс cfd в том что вам не требуется вся сумма для покупки а можно использовать только гарантийное обеспечение что как и у фьючерсов создает финансовое плечо по сути cfd очень похоже на фьючерсы фьючерс это сделка при которой вы договариваетесь о покупке или продаже чего-либо в будущем по оговоренной сегодня цене этим чем-то могут быть акции биржевые товары валюта передача товара может происходить на месяц и позже или вообще не будет ключевая деталь цена оговаривается здесь и сейчас особенность фьючерсов чтобы продавать или купить фьючерс не нужно платить всю стоимость контракта а лишь его часть так называемое гарантийное обеспечение после того как продадите купленный фьючерс или купите проданный гарантийное обеспечение вернется вам на счет если вас смущает вопрос а что если в определенную дату придется покупать некий базовый актив то здесь я вас успокою закрыв сделку до даты окончания контракта вы избавляетесь от любых обязательств по фьючерсу с расчетным фьючерсом все еще интереснее расчетный фьючерс предполагает что между участниками производится только денежные расчеты в сумме разницы между текущей ценой контракта и ценой актива на дату исполнения без физической поставки базового актива такой фьючерс используется когда базовый актив невозможно или неудобно зачислить на счет например индексы или сырьевые товары в таком случае на ваш счет будет просто зачислена или списана разница между покупкой и продажей контракта s&p 500 мини самый популярный фьючерсный контракт в мире его суточный объем торгов составляет около полутора миллионов контрактов у фьючерса небольшое внутридневное гарантийное обеспечение низкая стоимость ценового шага и практически круглосуточный режим торгов s&p 500 мини квартальный фьючерс то есть экспирация происходит раз в квартал фьючерса на сырую нефть занимает первое место среди товарно сырьевых фьючерсных контрактов они торгуются на нью-йоркской товарной бирже nymex и отражают стоимость базового актива легкой малосернистой нефти под кодовым обозначением cl фьючерсные контракты на золото занимает второе место среди товарно сырьевых фьючерсов уступая в этом отношении лишь сырой нефти среднесуточный объем торговли по фьючерсу превышает 250 тысяч контрактов и хотя данный контракт достаточно дорогой он привлекает к себе большое количество трейдеров торгующих на бирже комикс фьючерсные контракты на курс евро к доллару сша занимают первое место среди валютных фьючерсов уступая в этом отношении лишь сырой нефти период обращения фьючерса на пару евро доллар квартальный торговля ведется практически круглосуточно данный контракт отражает стоимость европейской валюты по отношению к доллару сша на спот рынке важно отличать фьючерс на евро от курса евро доллар на рынке форекс несмотря на то что курсы валют на разных площадках влияют друг на друга валютный курс формирующийся на рынке форекс это отдельная история форекс самый крупный рынок планеты по обороту совершаемых сделок самой ликвидной и значимой мировой валютной пары является евро к доллару сша прежде чем перейдем к остальным хочу уточнить и закрепить понимание графика курса для проверки понимания предположим что график евро доллар выглядит примерно так как думаете какая валюта дорожала на красном участке евро или доллар если условия понятно тогда у вас есть несколько секунд чтобы подумать и ответить если сказали что на красном участке графика рост доллар верно разберемся почему так получается цена данной валютной пары показывает какое количество долларов сша можно приобрести за 1 евро таким образом числителе будет единица а меняться будет только знаменатель если знаменатель растет значит дробь уменьшается в том случае когда знаменатель уменьшается дробь растет поэтому на зеленом участке будет снижение доллара помимо евро к доллару есть еще как минимум 6 важных валютных пар перечислим их британский фунт к доллару сша доллар сша к швейцарскому франку австралийский доллар доллар доллару сша доллар новой зеландии к доллару сша доллар сша доллару канады последняя в нашем списке валютная пара доллар сша к японской иене независимо от того торгуете ли вы акциями cfd контрактами или валютными парами всегда помните что торговля на бирже связано с высокими рисками для вашего капитала а доходность не гарантирована поэтому каждый раз подходите к торговле ответственно и не забывайте ограничивать риски в сделках если вам понравился ролик ставьте лайк поделитесь им с друзьями напишите комментарий расскажите о своем любимом финансовом инструменте подписывайтесь на канал адмиралс и не забудьте нажать на колокольчик чтобы не пропустить новое видео всем спасибо и до новых встреч